Штормовое предупреждение, эвакуация людей и перебой с подачей света и воды. Из-за непогоды в регионе сохраняется неблагоприятная обстановка. В некоторых районах объявлен режим ЧАЭС. Проблемы с подачей воды решаются, сообщили сегодня в Ак-Тубе СУ Энерджи Групп. Специалисты стараются оперативно устранять неполадки на водозаборах. Добираться туда стало легче. Погодные условия сказались и на работе общественного транспорта. В городе ограничено движение автобусов по семи маршрутам, а таксисты тут же взвинтили цены на свои услуги. В эфире программа «Факт» студии Гухар Тургаева. Здравствуйте. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области сообщает, в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий на территории области закрыты 7 республиканских и 7 областных автомобильных дорог. 7 февраля силами ДЧС и местных исполнительных органов проводились аварийно-спасательные работы. Из снежного заноса было эвакуировано 269 человек, в том числе 6 детей. 71 иностранец, спасен 151 человек, 14 детей, 2 беременные женщины, которые доставлены в ближайшие пункты обогрева и населенные пункты. В медицинской помощи они не нуждались. В 9 районных центрах развернуты пункты обогрева, в которых находится 386 человек. В связи с резким ухудшением погодных условий создан оперативный штаб и подключена горячая линия. Пресс-служба Акима области сообщает, в настоящее время на территории области по-прежнему сохраняется неблагоприятная погода. По итогам совещания принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Храмтауском и Айтикибийском районах. Акиматы двух районов должны подготовить и опубликовать соответствующие документы. Штормовое предупреждение, ежедневная эвакуация людей с загородных трасс и перебой с подачей света и воды. Сегодня о главных проблемах региона за последние сутки говорили в областной службе коммуникации. Все силы сейчас направлены на то, чтобы успешно провести аварийно-спасательные работы. 7 февраля силами спасателей на закрытых участках автодорог и снежных заносов эвакуирован 321 человек. В том числе одна женщина, 8 детей и 111 иностранных граждан. Люди были спасены и доставлены в ближайшие пункты обогрева. Медицинская помощь не потребовалась. К аварийно-спасательным работам по эвакуации людей и вызову автомобилей привлечено 80 единиц техники, 165 единиц техники из ДЧС, департамента полиции, воинских частей и местных исполнительных органов. На территории области сегодня закрыто 14 автодорог, в том числе 7 автодорог республиканского значения и 7 дорог областного значения. Ветреная погода не отступает, говорят спасатели. Сегодня в нашем регионе местами идет снег с дождем. В районах и селах наблюдается метель. Несмотря на довольно теплую температуру воздуха, в среднем минус 6 градусов, ощущается она как минус 11 и минус 15. Вторые сутки жители Актюбинской области испытывают проблемы с телефонной связью, интернетом, а также многим недоступны услуги вода, тепла и электроснабжения. Да, были перебои с подачей воды. Мы создали оперативный штаб. Сейчас круглосуточно работают 5 бригад, которые занимаются наладкой подачи электроэнергии. Также на станциях работают наши специалисты. К примеру, вчера во многих районах не было воды. Сейчас там налаживается подача. Отмечу, что в связи с непогодой какие-то неполадки могут повторяться. На брифинге отметили, что специалист СТО «Энергосистема» работает в усиленном режиме. Заявки о поломках и обрыве линий электропередач принимаются во всех районах области. За последние сутки диспетчерскую службу компании поступило около 2000 обращений. Завершены работы по гормолзаводскому, авиагородку и пригородных территориях Куршасай, Патсаев, Шелесай, Ахтастая, Петропавловска. Там восстановлено электроснабжение. Об аварийной ситуации можно сообщить круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 21 14 12 24 40 97. Проблемы с подачей воды решаются, сообщили сегодня в Актобе Суэнерджи Групп. Специалисты стараются оперативно устранять неполадки на водозаборах. И в связи с ослаблением метели добираться до станций, находящихся за городом, стало проще. Больше всего, как оказалось, трудности возникали у жителей массивов, где воды не было по полдня. В АОО «Актобе Суэнерджи Групп» данную ситуацию обусловили тем, что объекты их предприятия расположены за городом. Из-за этого техническим специалистам туда сложно было добраться, чтобы наладить подачу воды. Возникли вопросы. Из-за того, что объекты предприятия находятся за городом, стало, было сложно добраться, туда было сложно добраться. Однако сейчас проблемы устранены. Все объекты работают в нормальном режиме. По городу водоснабжение нормализовывается, гидравлическое давление поднимается. Сотрудники АО «Актобе Суэнерджи Групп» работают в усиленном режиме 24 на 7. По всем вопросам, по всем обращениям принимаются соответствующие меры по устранению. Благодарим за проявленное терпение и внимание. В течение дня, в ближайшее время, в течение дня прогнозируем, что гидравлическое давление и подача водоснабжения нормализуются. Неустойчивая погода навела горожан на мысль, что нужно делать запасы. Люди задумались о том, что лучше набрать воду, дабы не остаться снова в неприятной ситуации. Да, есть. В каком районе жили? С Розды. Вчера были в Переполе? Вчера не было. Единственный интернет-слабый был. Ну да, все есть. Все замечательно. В каком районе? Тургенево. Но дело в том, что как бы предупредили. То есть свечи, воду обязательно. Вчера воды не было. Были перебои. Сегодня утром была вода. Думаю, что наладили все. Перебой с водой, как выяснилось, наблюдали жители улиц Тургенева, Колдаякова, а также районов САЗДА, 12 микрорайона и еще нескольких. Полдня отсутствовала вода в жилых массивах Ахсунхар, Жарых, Есидбатыр, Баурластар, Акшар и Кирпичные. Специалисты Октубе Суэнерджи принимают обращение от горожан в колл-центр по номеру 740-420. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В Октубе вторые сутки не утихает метель. Часть дорог, в особенности в периферийных районах города, замело. Однако уборка снега продолжается в штатном режиме, заверили сегодня в отделе ЖКХ. Основной акцент подрядчиков сейчас сделан на отдаленные от центра районы и расчистку путей для общественного транспорта. По сравнению с прошлым днём, метель несколько поутихла. Однако снежные заносы формируются так быстро, что подрядчики буквально не успевают всё расчищать. Тем не менее, уборка снега продолжается с пяти часов утра, говорят в отделе ЖКХ. На окраинах всё ещё прилично чувствуется, что есть метель, буран. Единственная проблема у нас так временно возникла, это с жилым массивом Ролан, так как на жилом массиве Ролан и жилом массиве Шерас подрядные организации ещё не определились. Там конкурсы, итоги вышли, но подрядные организации написали на друг друга обжалование. Уборкой снега по городу сейчас занимаются сотрудники 14 компаний. Это десятки единиц техники и почти две сотни сотрудников. Однако, как рассказал глава отдела ЖКХ Булат Сериков, часть подрядчиков недовольна работой других и подаёт в отдел так называемое обжалование решений конкурса. Они вот жалуются на друг друга, что у этого такая техника есть, у этого такой техники нету, как бы у меня такая есть. Это всегда повторяется в любом конкурсе, обязательно один подрядчик кого-то обжалует. После этого уже департамент внутреннего контроля производит проверку. Основной акцент работ сегодня был сделан на уборку снега в отдалённых от центра районах и массивах. В самом городе сейчас работает грейдерная техника, которая расчищает пока только самые оживлённые дороги. Влад Рогушов, программа «Факт». Погодные условия сказались и на движении общественного транспорта в Ак-Тубе. Накануне в отделе ЖКХ сообщали, что было ограничено движение автобусов с семи маршрутов, которые должны ехать в самые дальние районы города. В результате некоторые горожане сталкивались с трудностями, добираясь на работу. У других возникли проблемы при заказе такси, так как цены на эту услугу резко подскочили. Я работаю в театре Кукулалка, и наши сотрудники нормально ходят, не знают на работу. Есть те, кто из отдалённых районов, может кто-то из опытного там едет, из Куршасаи, из таких? Вчера наша сотрудница в Куршасаи 2 часа добиралась. Но правда на трассе, не Куршасаи, Курале, на трассе, да, трасса была закрытая. 46-й, например. И не можете дождаться? В чём плане тяжело? Ну, я дома жду, пока я его дожидаюсь. Ну, минут 15 точно не жду. По такси какие цены, на сколько подорожало? Ну, например, я отсюда доезжаю до 8-го микрорайона за 700-800, а так полторы выходят. Улично на каком маршруте есть? 20-й, первый. На работу первый маршрут. Они хорошо входят? Да, хорошо. Всё, идти недолго? Нет, недолго, нормально. Нормально едет автобус? Порожей едет. Согласно данным приложения автобус, общественный транспорт сегодня не ездил в садоводческие коллективы. Это кривое озеро Акбулак-Дембыра. Не было автобусов и до Шили-Исая. Была закрыта часть маршрутов до Акжара, но туда продолжали приезжать 42-й и 19-й автобусы. Та же ситуация и с массивами Заречный 1, 2 и 3. Курсировали маршруты и по направлению более отдаленных территорий, таких как 41-й разъезд, Козелжар, Пригородный, Орлео, Сазды, Акшат, Георгиевка, Бекулбаба, Роан и Женаконес. В основной части Ак-Тубе на линию, согласно приложению автобус, не вышли автобусы 12-го маршрута, который является очень оживленным, а также 18-го и 27-го маршрутов. Сегодня учащиеся школ и колледжи Ак-Тубе продолжили обучение в дистанционном формате, сообщают представители Управления образования области. 8-го февраля по области ожидается сильная метель, переходящая в Буран. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях безопасности детей, во всех образовательных учреждениях, в том числе в средних школах и колледжах, обучение будет организовано в дистанционном формате. Дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме. Аэропорт Ак-Тубе Ак-Тубе Астана. Также еще один рейс Алматы Ак-Тубе 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 Тукаев пожелал президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа. Алиев поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества. В продолжение смотрите новости республики. Взрыв газа 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 Взрыв газу Взрыв газа Взрыв газа В газете «Эврика» Все, что нужно, навести смартфон Смотри, сканируй, заходи Рекламная служба медиагруппы «Рика» Звоните 220-250-222-300 Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета Всего три пакета размещения Экономный, оптимальный, премиальный В рекламной службе медиагруппы «Рика» Освободите голову для бизнеса Простое предложение – верное решение Звоните 220-250-222-300 Продолжим новости Почти сотня жителей дачных массивов рядом с Малбазаром Сегодня днем вышла на Богословскую трассу И перекрыла движение автомобилей Этой акцией разгневная толпа требовала наладить в их домах Вода, теплоснабжение и электричество Вторые сутки из-за непогоды дачные жители остаются без благ цивилизации Вот с таким рвением сегодня жители дачных массивов рядом с Малбазаром Вырезали недовольство состоянием инженерных сетей Выйдя на Богословскую трассу, разгневанная толпа стала причиной большой пробки В которой стали не только рядовые водители, но и такси, и скорая помощь фуры Народ попытались урезонить полицейские Но тщетно, в результате всем авто пришлось ехать в обход Кричалками жители требовали, чтобы навстречу к ним приехал Аким Гуард Азамат Бекет Потому что от отдела ЖГХ и аварийных служб нужных ответов люди так и не получили Все энергосистема доказала свою, что они ни к чему не готовы и не способны И, короче, не в силу, короче, решили все вопросы Почему мы перекрыли? Они же не виноваты Потому что они вышли ради детей, ради внуков своих болеть Уже два-три уже скорая помощь поехала, уже люди болеют Два дня уже света нет Звоним-звоним в аварийную службу, толку нет А у меня ребенок 7-месячный дома мерзнет Без электричества у нас и отопление не работает И воды нет в результате тоже Обстановка стала накаляться И уже водители начали вступать в перепалку с митингующими Причиной для возмущения послужило двухдневное отсутствие воды, света и тепла в ряде стоводческих коллективов вдоль Богословской трассы В отделе ЖГХ сообщили, что инженерные сети данных участков на балансе города не стоят Два месяца назад в озвученной группе дачных массивов возникла проблема с подводящей линией электроснабжения Подводящей линией электроснабжения мы силами городского ЖГХ и силами теплоэнергосистемы Произвели ремонтные работы и перекинули на другую линию Но помимо этого внутренние линии, которые подпитаны, подпитывают дома И принадлежат самим жителям садоводческих коллективов Так как эти линии не находятся на балансе отдела ЖГХ, мы не можем обслуживать Дачные массивы изначально не предназначены для постоянного проживания Тем не менее, октябинцы продолжают выдавать здесь разрешение на индивидуальное жилищное строительство Однако для комфортной жизни только лишь дома недостаточно Нужны еще свет, вода и тепло А вот с доступом к таким благам цивилизации у дачников постоянно возникают проблемы Влад Рогушев, программа «Факт» Говядина, яйца, лук подорожали за последнюю неделю в нашем городе Максимальное повышение почти на 4% Наряду с этим некоторые продукты, по данным Олдсата, подешевели Индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городу Сегодня в Строительно-техническом колледже состоялся семинар на тему энергетика сегодня и завтра Будущим специалистам рассказали о значении выбранной ими профессии и перспективах развития отрасли Сегодня в Октябрьском столетии на Техническом колледже В своем послании 1 сентября минувшего года глава государства Касым Жамар Такаев отметил, что страна испытывает дефицит кадров, в особенности специалистов энергетиков Учащиеся и педагоги колледжа обсудили такие вопросы, как значение энергетики в экономике страны, перспективы профессионального роста Специалисты на примере диаграмм показали темпы развития этой сферы 12 стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операций в секторе газа, сообщает Sky News Инициативную группу возглавляет взводный брат короля Иордании, принц Али Бин Аль-Хусейн, занимающий пост президента Федерации футбола Западной Азии В группу также входят Федерации футбола Палестины, Саудовской Аравии, Катары и Арабских Эмиратов Помимо ФИФА письмо было направлено всем национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которого является Израиль Со своей стороны Израильская футбольная ассоциация призвала власти в мирового футбола не вмешивать политику в спорт В марте сборная Израиля сыграет с исландцами в полуфинале плей-офф за попадание на чемпионат Европы 2024 в Германии В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине Расширьте возможности Вашей рекламы Новая услуга – реклама с QR-кодом Это возможность перехода в один клик на Ваш сайт или страничку в Инстаграм При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика Все, что нужно – навести смартфон Смотри, сканируй, заходи Рекламная служба медиагруппы Рика Звоните 220-250-222-300 Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами Вы разберетесь в три счета Всего три пакета размещения – экономный, оптимальный, премиальный В рекламной службе медиагруппы Рика Освободите голову для бизнеса Простое предложение – верное решение Звоните 220-250-222-300 Это не просто QR-код Это радио нашего города Сканируй и слушай онлайн На сайте rikotv.kz Лови волну в один клик Подключайся прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok